Добрый вечер, друзья! И вот какие неожиданные у нас новости. Дело в том, что мы все о Беларуси рассказывали, а вот англичанам почему-то кажется, что проблема именно в Украине. И вот о чем идет речь. Британский спецназ, более 600 человек, готов в любой момент вылететь в Украину в связи с довольно серьезной опасностью, как считают англичане, путинского вторжения в нашу страну. Ну, честно и откровенно, я не верю в такое полномасштабное вторжение Путина в Украину. Ну, просто потому, что у него нечем вторгаться. Скажем так, его армия и наша армия, в общем и целом, они очень даже сравнимы по своей мощности. Он же не может перебрать... Не, конечно, и армия Путина больше. Но проблема в чем, что перебросит всю свою армию с Сибири, с Дальнего Востока, я не знаю, Беларуси, еще откуда-то против Украины. Конечно, они раздавят вооруженные силы Украины, но тогда у них будет дырка в Китае. И китайцы через сутки уже будут на Урале. Это всем понятно. Китай уже и так фактически аннексировал Сибирь. Об этом я сделаю отдельное видео. То есть, там будет называться «Китайская Сибирь» и так это и есть. То есть, Китаю осталось только оформить юридически то, что Сибирь принадлежит этому государству, а далеко уже не России. А за Дальний Восток там и речи нет. Вот. То понятно, что Путин не может своих бандитов снять с Сибири, с Дальнего Востока, послать воевать в Украину. Тем не менее, я расцениваю вот этот вот демарш англичан по поводу отсылки спецназа в Украину. Как такое просто предупреждение совершеннейшему неадеквату. К сожалению, неадекват находится не только в Минске. Минский неадекват – это маленький неадекват, который просто, ну, он может гадить там на 5-километровом участке государственной границы. То ли с Польшей, то ли с Литвой, то ли еще где-нибудь. Вот. Но, собственно говоря, на этом… Или же там разогнать демонстрацию женщин, бабушек, там, пенсионеров в Минске. На это он тоже вполне способен нагадить. На что-то большее Минский неадекват просто не способен физически. А вот Московский неадекват способен на гораздо большее. И, учитывая, что у него есть ядерное оружие и практически нет мозгов, то действительно опасность нельзя недооценивать. И вот о чем идет речь в данной ситуации. Британский спецназ предупредили, что они могут быть отправлены в Украину в течение нескольких часов. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и МИ-6 заявили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада. С этим тяжело поспорить. Это то, о чем я только что говорил. На данный момент создается сводная группа из представителей спецназа, разведывательного полка, медиков, инженеров и связистов. В группу войдут 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады и другие, кроме десантников, еще порядка 200 военных специалистов. Таким образом, до 600 человек. То есть, мы видим, что коллективный Запад начинает потихонечку просыпаться. Ну, об Англии нельзя никогда в жизни было сказать, что она спала. Вот как раз Великобритания и США, они как раз очень адекватно всегда реагировали на путинскую угрозу, на угрозу от так называемой России. Что же касается таких стран, как Франция, Германия, а именно канцлерихи Меркель, Макаронова Франции, то эти люди просто всегда были путинскими шавками, халуями. Эти люди полностью зависели и ввергали в свои страны еще большую зависимость от российского газа. Эти люди не противостояли, точнее, они помогали неадеквату Путину строить бандитский террористический Северный поток-2 и так далее, и так далее, и так далее. А, и да, они всегда не забывали высказать очень глубокую озабоченность по поводу того, что Лукашенко лезет в Польшу, по поводу того, что Путин залез в Крым и атаковал Украину на Донбассе. Вы знаете, какую неозабоченность высказали? Ой-ой-ой, эта озабоченность перешла в глубокую озабоченность и в чрезвычайную озабоченность. Они были так озабочены, что, по-моему, я не знаю, уже более озабоченными на нашей планете уже никто не был. Поэтому, в отличие от них, англичане не были озабочены, англичане понимают, что против лома нет приема, если нет другого лома. Спасибо. Спасибо.